Маргарита Креницына, замечательная, потрясающая, комическая актриса. Да я бы сказала, разноплановая актриса. Появилась на свет в 1932 году в небольшом городке в Свердловской области. Почти не знала, к сожалению, материнской ласки. Родители расстались, когда их трое детей были совсем маленькими, и все они, как ни странно, остались жить с отцом. А вскоре в доме появилась мачеха, однако полюбить детей мужа она так и не смогла. Мачеха не только ругала, но временами и била детей. Отец защитником двум дочерям и сыну не стал, напротив, всегда и во всем поддерживал свою вторую жену. Единственной, пожалуй, отрадой для маленькой Маргариты были ее мечты. Ночью под одеялом она представляла, как вырастет, как перестанет зависеть от отца и злой мачехи. Поначалу девочка видела себя следователем, а потом все же поняла, больше всего на свете она хочет стать актрисой. Она непременно прославится, и никто, никто не позволит себе ни кричать на нее, ни тем более поднимать руку. Школу Маргарита окончила уже в Молдавии, в городе Бельце, куда семья переехала после войны. Едва успев получить аттестат о среднем образовании, Рита отправилась в Москву, подальше от грустных воспоминаний неласковой мачехи. Из первой попытки поступила сразу, причем в два вуза, Щукинское училище и Вовгик. В Вовгике она училась на одном курсе с Майей Булгаковой, Изольдой Звицкой, Руфиной Нифонтовой и другими очень талантливыми ребятами. Впрочем, и сама Рита ни в чем не уступала однокурсникам. Педагоги видели в ней будущую звезду комедии. Еще в студенческие годы Маргарита вышла замуж за молодого драматурга Евгения Наприенко, который прошел войну, а после поступил на сценарный факультет в ГИКа. Он окончил институт на год раньше жены и получил распределение в Киев. Через время Маргарита приехала к мужу и очень скоро ей предложили роль в фильме «Гори, гори, моя звезда», который снимался как раз на студии имени Довженко. Однако Слава пришла к ней не после этого фильма, а после съемок в музыкальной комедии «За двумя зайцами». Причем попала она в него абсолютно случайно. Роль Прони Прокоповны должна была играть Майя Булгакова, но Маргариту Креницыну режиссер Виктор Иванов встретил на киностудии и попросил просто подыграть претендентам на роль Голохвастова на пробах. Актриса даже не гримировалась, просто надела платье, парик и оказалась абсолютно неподражаема в образе Проньки. Она играла так, что режиссер моментально ее утвердил. Эх, знала бы Маргарита Креницына, что роль эта станет для нее роковой ролью. После выхода комедии на экраны актриса проснулась знаменитой. Успех был оглушительным, но актрису он не радовал. Миловидная молодая женщина на экране превратилась в хамовитую и крайне непривлекательную Проню, при взгляде на которую даже собственная дочь актрисы Алла заявила с детской непосредственностью. Мамочка, ты такая страшненькая. А муж? А муж лишь с недоумением пожал плечами. Как она могла согласиться на столь неприятное преображение? И все же Маргарита Креницына верила. Проня Прокоповна откроет ей путь к большим ролям. Но увы, чудо не произошло. Актрисе давали играть только роли второстепенных персонажей. Даже протекция мужа, который специально под нее писал несколько сценариев, так и не помогла актрисе. Маргарита Креницына отчаянно страдала. Ей казалось, что жизнь ее окончена. Не видя смысла жить дальше, она даже попыталась было покончить с собой. Однако ее успели спасти. И она смирилась. Смирилась тем, что ее судьба сложилась вот именно так, как сложилась. Продолжала сниматься в кино, играла небольшие роли, воспитывала дочь Аллу, которая родилась у них с мужем в 56 году. Ей не слишком повезло в профессии, но сколько актеров, так и остаются навсегда безвестными. У нее же была одна большая роль, благодаря которой о ней узнала вся страна. К тому же Маргарите повезло в личной жизни. Это у актеров часто не бывает, увы. Муж очень любил ее. Супруги оставались преданы друг другу до самого конца, когда в 97 году не стала Евгения Анаприенко. Дочь Маргариты Креницыной Алла окончила Киевский театральный институт, получила диплом киноведа-кинокритика и уехала в Москву. Однако Маргарита Креницына еще раз получила все-таки свою долю славы. В 90-е годы фильм «За двумя зайцами» вдруг стали часто показывать по телевидению, а в 2003 даже вышел ремейк картины с Аллой Пугачевой. Примадонна пригласила первую исполнительницу роли Прони Прокоповны на ужин, преподнесла ей в дар драгоценное колье. Самой Маргариты Креницыной не стала в 2005-м, через три дня после того, как ей исполнилось 73 года. Дочь актрисы Аллы живет и работает в Москве. По ее сценариям, кстати говоря, снята масса фильмов, в том числе «Подмосковные вечера», «Дипломат», «Мосгаз», «Дело номер пять», «Операция Сатана», «Искусство требует жертв». Это да. Маргарита Креницына принесла эту жертву, не сыграв много ролей, но не побоявшись быть отталкивающей, непривлекательной, смешной, жалкой, но при этом оставив память о себе великолепной актерской работой, которую мы спустя 60 лет смотрим с таким же восторгом, оценивая уровень профессионализма. Да что там, мы ее бесконечно цитируем. Барышня легли и просить, как принять, стоя, лежа, сидя. Я думала, что то ж кворчит ваша душа, а то ж кворчала ваша папироска. Светлая память и благодарность замечательной актрисе Маргарите Креницыной.